Минувшее воскресенье Кунгур стал центром притяжения юных моделей и дизайнеров. Показать свои шедевры собрались театры мод со всего края. Как проходил показ, расскажет Леонид Монохин. Еще до начала мероприятия в фейе полным ходом идут репетиции. Участники справляются с волнением и последний раз перед выходом на сцену оттачивают свои движения. Каждый театр моды настроен сегодня на победу. Конкуренция большая, из множества коллекций выберут лучшую. Причем участникам недостаточно продемонстрировать свои наряды, ведь жюри будут оценивать и профессиональное поведение на сцене. Для нас, как для организаторов, апрельский подиум – это не просто мероприятие, а экспериментальная площадка, на которой вы можете высказать свое мнение, поделиться своим опытом, набраться также опыта. И я очень надеюсь, что все, что вы сегодня увидите, все, что вы сегодня услышите, вы сможете применить в будущем своей творческой и профессиональной деятельности. Апрельский показ МОД успел стать для нашего города традиционным. На сцену участники конкурса фестиваля выходят уже седьмой раз. Организаторами этого красочного шоу являются студия «Крейзи», «Мечта» и «Управление молодежной политики города». Они отмечают, фэнш-проект набирает популярность. Растет и география фестиваля. Показать свое мастерство и поделиться творческими идеями съезжаются конкурсанты со всего бриками, зачастую представляя весьма необычные идеи. Примером может послужить пермская студия «Тандем». В этом году одну из своих коллекций они выполнили из пластика. В этом году новшеством фестиваля стала номинация «Мастер» в сфере дизайна одежды. Перед конкурсантами этого направления поставлена непростая задача. Модельер должен создать полный образ модели в стиле «Весна» или «Свадьба». Причем начиная от платья и заканчивая макияжем и аксессуарами. В этот раз в номинации «Профессионал» лучше признана коллекция «Потам Органа» кунгурячки Натальи Троегубовой. В номинации «Своя коллекция» победила студия «Шик» из поселка Октябрьский с провинциальными историями. Среди мастеров лидерами стали «Пирмики» коллектив «Камские огни», а гран-при завоевал театр моды «Ультрабомбини» из поселка Комсомольский. К слову, для многих фестиваль играет большое значение в профессиональном росте, поэтому год от года увеличивается как количество участников, так и качество работ.